Русин Александр Николаевич, глава областной организации политической партии «Патриот», члена виконавчего комитета Полтавской войскости. Как вы считаете, что же происходит относительно того поста, который я выставляю? Русин Александр Николаевич, глава областной организации политической партии «Полтавоводоканал» Это работа водоканала, которая за это бере на сегодняшний день кошти. Люди платят за поверку лечильника. И там чётко написана формула, за месяц человек попереджуется, и если человек не приходит, то ей делается попереджение, переводится. Но в данном случае необходимо было представнику водоканала отправить человеку до юриста. Юристи должны были погоджены человеку визначити день, когда будет призначена поверка лечильника. Поверили лечильник, если он справедливый, они привели до показников, которые он платил по лечильнику, и у него было бы ноль безоборгованостей. А если бы у него была просто оборговано, он бы был бы поломан, то тогда действительно люди должны платить по норме с того момента, когда оно втрачено. Но это, фактически, массовая ситуация в городе Полтаве. Почему она делается и как с ней бороться? Первое. На сегодняшний день мы знаем, что Полтава водоканал – это стратегическое предприятие, потому что оно подает питание воду людям. А человек состоит на почти 90% из воды. Без воды, как говорят, или туда, или сюда. Но для чего это делается? На сегодняшний день Полтава водоканал имеет отзывный баланс, имеет большинство оборгованостей перед Полтавой Обэнерго – это приватная структура. Сейчас есть постановка Кабинета Министров, которая говорит, что государство готова компенсировать эти вещи, нужно только работать. Або есть суды, где можно это списывать и так далее. Но еще есть скрыта заборгованность, которую мы не знаем про все споживатели. Это термены, где просрочены судовые позы. Это раз, минусовый баланс. Это термены невиконания решений судов и виконавших служб. Водоканал не списывает эти борги, а показывает их минусовым балансом. И это, в конце концов, третья складова, это, как было в случае с данным гражданином, когда ему описывают векуальные борги, хотя ему боргов не мало, он платит справно полечильник. Для чего это делается? На сегодняшний день, если вы смотрите на сайт Водоканала, вы не найдете количество позывателей, как физических, так и юридических людей. Гориентированно, у физических людей порядка 100 тысяч абонентов находятся в месте Полтаве. И из них порядка 3 тысячи мают плюс-минус 300-400 человек. Я не могу сейчас оперировать конкретными цифрами, но ориентированно сумма 3 тысячи человек. Мы беремо, и в целом они винят, майже 15 миллионов, нібито винных водоканалов. Плюс юридически винят близко 5 миллионов. То получается уже минусовый баланс 20 миллионов. Для чего это делается? Для того, чтобы показывать, что предприятие избитковое. Если руководство предприятия не хочет списывать эти борги, которые уже застарели, которые не востребованы, которые эффектно по отношению с поживачем, то ему выгодно показывать минусовый баланс. Я не могу ствердить, что кто-то планирует продаж, куплю, санацию, но это кроки, направленные в этом направлении. Меня удивляет ситуация, что, на превеликий жаль, та людина грамотно, подкована. Что бы я рекомендовал другим поживачам, как быть в такой ситуации? Это, первое, написать официйное заявление, с вимогой, расписать ситуацию, преамбула. Первое, у меня из такого-то, какого-то продолжена прописка. Я не знал, что ее нужно продолжать. Прошу вас, вигідный ваш час, прийти, здействуете проверку лечильника, готов з момента поверки, в разе він поломан, и платите то-то и то-то. И дочекаться официальности. Если такой ответственности нет, то нужно идти к суду. Тут, снова-таки, возникает вопрос, и на это, понимаете, это вебеканал, понимаете, что человеку нужно будет платить мутер. Судовый сбор, так называемый, возникает монсенс. Если ты не имеешь пиль, не инвалид, не чернобилец, то ты платишь порядка 700 грн и за счет у вас вернули, какие патетично колись тебе повернуть, а воювати з монстрами, з державним органом люди не хочуть. Тому я готовий надати допомогу людям по цьому питанию. И всем говорю открыто, что вевторка, начиная с 13-го года, за адресом улица Кушкина, 115, это колишняя редакция «Зори Полковщины», на 4-му поверси, 35-й кабинет, мы готовы безкоштовно подготовить вам не лише позорную заяву, а и вернение водоканалу, для того, чтобы вам легче было быть в этой ситуации. Я бы хотел дозвонить увагу, в первую очередь, к депутатям областной ради, которых делала громада, и водоканал есть областной коммунальной властностью. Повернутися все-таки до водоканала обличчям, и подивиться, что делается у вашей властности, у моей властности. И еще есть интересный нонсенс, что относительно водоканала. Я уже говорил, что вы не найдете информации, сколько споживателей. Вы также не найдете каждый полковщин, что входит в тариф. В тариф входит, они на мою точку зору, и я готов подискутировать, и будь с кем на эти вопросы входят все витрати. Это электроэнергия, заработная плата и все другие. И будь-якое коммунальное подпорядство, оно створится с метою заработки денег. И там есть какой-то плюсик невеликий, или 7, или 10, или 15%, в которых водоканал получает прибыль отбородных денег, для того, чтобы проводить поточный и другие ремонты. Но мы этого не знаем, сколько. Но это совсем другая история. Я думаю, пан Олександр, если вас все зацикавит и зацикавит полтавцы, мы встретимся с вами, я вам покажу. И открытись водоканала, покажу их математические розрахунки, которые мне удалось отримать с заплатами из других структур, и покажу, как их водоканала, и попробую оборудоваться, почему им это выгодно. Это уже другая история. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...